Елена Юрьевна, Вы подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором говорится о той возмутительной несправедливости, которая в данный момент происходит с Николаем Платошкиным. Скажите, пожалуйста, почему Вы подписали это письмо? Я считаю, что то судилище, которое происходит над Николаем Платошкиным, по-другому я назвать не могу его, это настоящая политическая расправа. Я достаточно давно знакома с деятельностью Николая Николаевича, пересекалась с ним на выборах в Московскую городскую думу и могу отметить, что Николай Николаевич это политик, который всегда призывал исключительно мирным действиям в рамках закона. Он призывал участвовать в выборах, идти в наблюдатели, участвовать в выборах как кандидатами, так и голосовать за понравившихся кандидатов. И никогда не призывал, естественно, ни к каким незаконным действиям. Даже когда он говорил о каких-то митингах, шестах, пикетах, он всегда подчеркивал, что все это необходимо делать именно в рамках действующего законодательства. Он, конечно, очень активно критикует нашу текущую политическую систему и правильно делает. Всем, по-моему, давно очевидно, что эта политическая система не соответствует нашему обществу, что политическая система устарела, коррумпирована. Но, опять же, он призывал менять ее каким-то там незаконными путями исключительно через те механизмы, меры, которые предлагает нам действующее законодательство. Ну, конечно, если, допустим, люди попадают в Кустарскую думу, Московскую городскую думу, где законы, которые не соответствуют обществу, которые являются репрессивными, направлены на защиту олигархов, капиталов, конечно, их надо менять. Но, опять же, повторюсь, Платошкин всегда подчеркивал, что все это должно быть мирным законным русским. Поэтому я считаю, что Николай Николаевич был совершенно несправедливо обвинен в тех вещах, которых он никогда не делал, вменяемую ему 212 часть 1.1 статья. Не соответствует вообще ничему в его выступлениях, в его действиях никогда, на мой взгляд, такого состава не было. Поэтому, на мой взгляд, все те пункты, которые отражены в обращении, которые я сейчас подписала, они соответствуют действительности. И очень хочется надеяться, что президент Владимир Путин получил, ну, получит или получил, я уже думаю, достаточно давно подписали, еще в конце прошлого года, и все-таки прислушается к тем доводам, которые обозначила общественность, и будет обеспечен справедливый суд. Потому что, на мой взгляд, случай справедливого, а объективного суда, конечно же, Николай Николаевич должен быть полностью оправдан. Субтитры создавал DimaTorzok